В Тольятти есть все о этом. Именно Тольятти – это лучший город для проведения кубка губернатора Самарской области. 2020 год в Самарской области объявлен годом Тольятти, поэтому самое масштабное КВН-овское событие года прошло именно там. По словам капитана Самарской команды, волжане сам ГТУ, этот год для команды выдался не самым удачным. Изменился состав. Ушел Александр Мальдюганов, которому пришлось сделать выбор между работой и любимым делом. Команда пятый год участвует в телевизионных лигах, три года в премьер-лиге, два года в высшей лиге. В этом году играли в одной-восьмой, но быстро вылетели. Поэтому многого ждали от участия в кубке губернатора. Мы играем в КВН в первую очередь под патронажем правительства Самарской области. И, разумеется, Самарская область – это наш основной спонсор, как и не надо забывать про наш университет, про наш УУЗ Самарский государственный технический университет. И, конечно же, на каждом кубке губернатора наша команда пытается выложиться на полную, чтобы порадовать родного самарского зрителя. За победу на кубке губернатора боролись четыре команды – «Триот», «Идиоты» Смоленска, «Нати» команда «Станица» Брюховецкая, сборная «Снежногорска» и наши земляки «Волжани» СамГТО. По словам участников, после продолжительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, играть хочется с особой самоотдачей. И не важно, что зал заполнен лишь на 40%. Потрясающе, потому что у вас до сих пор еще лето, у вас до сих пор еще все цветет, люди улыбаются, все чисто, все здорово. Ну, то есть, короче, как дома. И самое главное – здесь есть друзья. Ну, во-первых, это грандиозное событие, самое главное событие КВНской осени у нашего региона. Кубок проводится уже седьмой раз, и, как показывает практика, многие города Самарской области могли принять этот кубок. КВН – это здесь и сейчас. Это онлайн, это то, что мы видим на улице, то, что мы видим только сейчас в автобусе, в троллейбусе, может быть, дома, во дворе. Мы сразу это увидим на сцене. И я думаю, что сегодня на сцене будет такой же драйв, и он передастся в зал. И не важно, что 40% заполняемся залом в связи с ограничениями. Я думаю, что зрители будут смеяться за троих. Для участия в Кубке губернатора традиционно приезжают команды с Первого канала, команда чемпионов высшей лиги, команды-любимчики клуба веселых и находчивых. В этом году было сыграно три конкурса, и заветный кубок достался команде «Триот» – «Идиот» из Смоленска. Виктория Шарая – События.